Очень актуальная тема – пересечение земельных участков с землями лесного фонда. Данный вопрос актуален как для физических лиц, для граждан, которые являются землевладельцами или собственниками земельных участков, например, в СНТ, и также для юридических лиц. Потому что зачастую происходит следующая ситуация, когда компания, юрлицо по договору долгосрочной аренды распоряжается землей. На данной земле, предположим, они уже даже могли за это время выстроить какие-либо строения, получить на это разрешительную документацию, оформить их собственность. И в дальнейшем по договору аренды у них возникает право преимущественного выкупа данной земли. И когда они подают документы на выкуп, сталкиваются зачастую с тем, что по той или иной причине им приходит отказ. Хотя по договору они имеют полное право на выкуп. Собственно, для того обычно и заключается договор аренды для того, чтобы потом в дальнейшем, через 3-5 лет, выкупить землю и стать уже собственником земельного участка. Часто отказ бывает по причине того, что если эти земли находятся, как правило, за чертами города Москвы, в Московской области и в других областях, что данные земельные участки, они пересекаются с землями лесного фонда. И такой вопрос, к сожалению, решить в каком-то мировом порядке путем процедуры медиации или переговоров, конечно же, не удается. С таким вопросом необходимо только обращаться в суд, поскольку только законный судебный акт, решение суда имеет силу, и действительно только суд может разрешить. Действительно ли земли имеют пересечения, и все-таки по праву они принадлежат лесному фонду, либо лесной фонд в данной ситуации может ошибаться. Исходя из нашей практики, зачастую бывает, что лесной фонд, назовем это так, себе приписывает лишние земли. То есть, исходя из их планшетов, они считают, что земли принадлежат им, но уже при более детальном изучении всех документов, опять же, в данных делах обязательно назначаются экспертизы, удается установить о том, что лесной фонд порой заблуждается в своих суждениях. В процессе судебного разбирательства суд устанавливает, кому действительно принадлежат эти земли, и согласно исковым требованиям уже формируется решение. То есть, в нашем случае, если, предположим, юрлицо собиралось выкупить эту землю, то, соответственно, мы просим признать отказ, например, администрации неправомерным, и обязать администрацию заключить с нами договор и таким образом приобрести данную землю по договору купли-продажи. Если говорить о физических лицах, там немножко другая ситуация. Бывают такие случаи, когда также человек живет в СНТ, даже не один-два года владеет землей, а бывает десятки лет, а потом выясняется опять-таки, что происходит пересечение с землями лесного фонда, и выясняется так, что это земля лесного фонда. В данной ситуации также обращается в суд, но уже не в арбитражный суд, а в суд общей юрисдикции, и суд уже устанавливает и разбирается, кто прав, кто виноват. Положительная судебная практика, она сформирована. А в данной ситуации самое главное изначально грамотно подойти ко всему, собрать первичные правоустанавливающие документы, и, конечно же, детально изучить, почему, основываясь на каких документах и руководствуясь чем, лесной фонд решил, что это их земли. Зачастую приходится обращаться в архивы, поскольку только там можно найти первоначальные документы, проводить потом в дальнейшем судебные экспертизы, и в совокупности, исходя уже из имеющихся доказательств на руках, свои требования отстаивать в суде.